Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате. И сосредоточимся на одной из главных интриг последнего тура, на серебряной гонке, где ЦСКА, Спартак и Ростов будут определять, кто же окажется второй командой России после Зенита. Кто возьмет вот это, как многие уже шутят, чемпионство среди всех остальных? Ну, потому что, помните, в Испании в свое время была эпоха доминирования только двух команд, Реала и Барселоны, еще до Крепкого Атлетика и всего остального. Вот две команды доминировали, а третье место это было первым местом среди всех остальных, таким своеобразным чемпионом остальной Испании. Вот и сейчас у нас на фоне доминирования Зенита появилась вот такая шутка, что есть еще и чемпион среди остальных команд. И вот тут, на самом деле, очень интересная ситуация, когда сразу три команды с определенными шансами на успех претендуют на эту самую серебряную позицию, второе место. И давайте перед последним туром разберем, у кого какие расклады, у кого какие шансы и чего нам ждать от этой борьбы трех команд. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, отдельно хотелось бы отметить, что здесь особую интригу добавляет то, что два участника вот этой серебряной гонки будут в последнем туре играть друг с другом. Это ЦСКА и Ростов. Поэтому тут ситуация очень любопытная. Ну и давайте начнем разбор с ЦСКА. У них, конечно, самое вольготное положение. Они сейчас находятся на втором месте. И у них задача максимально простая. Либо выиграть, решив все вопросы, либо, может быть, сыграть в ничью, но при этом тогда уже нужно смотреть на параллельную игру Спартака и Нижнего. Если там Спартак не сможет добиться победы, то, в принципе, ЦСКА и ничья устроит. Но на данный момент армейцы – это единственный коллектив, у которых, что называется, своя судьба находится в собственных руках. Они могут добиться победы и тогда гарантированно займут вторую строчку. И уже неважно, как там сыграет Спартак с крылышками, с каким счетом там красно-белые разгромят соперника. Это уже десятый вопрос. Хоть там Спартак 200 мячей забьет, ЦСКА все равно останется на второй позиции. Что, несомненно, будет для них успехом. А если к этому успеху добавить еще и Кубок России, ну, будет прям вообще красота для первого сезона Федотова во главе армейского клуба. Ну и хотелось бы отметить, что, в принципе, такой вариант кажется вполне себе реалистичным. Победа ЦСКА. Они играют дома с Ростовом. Они смотрятся здесь фаворитами. И даже несмотря на определенные осечки, которые имели место быть в предыдущих встречах, все-таки и со Спартаком неидеальная игра получилась, и еще и с Краснодаром очки потеряли, показав очень посредственный футбол, я думаю, на один отдельно взятый матч ЦСКА соберется. Очевидно, что у армейцев есть проблемы с физикой. Оно и не мудрено. Команда фактически одним и тем же составом играет весь второй круг при минимальных каких-то ротациях и изменениях. И, конечно, сейчас, ну, скажем так, силенки-то уже израсходовались. С другой стороны, Ростов это тоже команда, которая играла весь сезон, не то что там вот второй круг, весь сезон фактически играла примерно одними и теми же исполнителями. И как только начались какие-то травмы и проблемы, сразу пошел кризис в плане результатов. И сейчас Ростов, который совсем недавно шел на втором месте и казалось, что может вообще как бы дать бой Зениту и вернуть чемпионскую гонку, сейчас Ростов смотрится андердогом в борьбе за вторую позицию. Так что сейчас ЦСКА, конечно, устал, ЦСКА израсходовал запас энергии на второй круг, но у Ростова та же самая проблема, поэтому здесь армейцы на своем поле при преимуществе в классе исполнителей, при этом еще и при серьезных проблемах соперника, в общем-то, должны, наверное, добиваться хорошего результата. Но здесь все-таки нужно учитывать то, что Донская команда и Валерий Карпин – это коллектив, который максимально неудобен для Федотова. Ростов – это прагматичная такая машина, которая умеет добиваться своего определенными плюсами, ну, допустим, те же самые стандарты, умение заработать пенальти, жесткость, организация, дисциплина и так далее. И это вот именно тот коллектив, который знает свои сильные стороны и на них регулярно работает. Поэтому столько пенальти, столько побед, ну, не то чтобы вымученных, но выигранных с преимуществом в один мяч – Ростов – это очень рациональная команда. И в этом смысле Ростов очень похож на ЦСКА во многих моментах. Поэтому ЦСКА будет играть со своим антиподом, ЦСКА на своем поле, скорее всего, столкнется с очень оборонительным Ростовом. Конечно же, дончане хотят получить второе место, и для этого им нужно побеждать ЦСКА, но я не думаю, что они будут нестись вперед, сломя голову. И, скорее всего, ЦСКА столкнется с максимально неудобным для себя соперником. Так что здесь ЦСКА будет непросто, но в целом мой прогноз, что армейцы второе место займут. Что касается «Спартака», тут, ну, скажем так, из поятных эпизодов хотелось бы отметить, что красно-белые практически гарантировали себе место в тройке, то есть медали, что уже можно считать неплохим результатом на фоне неудачного прошлого сезона в РПЛ. То есть здесь победа «Спартака», ну, это в любом случае медали. Понятное дело, уже и не важно, как сыграют ЦСКА и Ростов, в любом случае «Спартак» второе или третье место займет. Там же в зависимости от результата параллельной встречи, но медали точно будут. Если будет ничья у «Спартака», ну, в принципе, тут тоже мало что меняется. В любом случае будут медали. Потому что тогда, если ЦСКА побеждает в параллельной встрече с Ростовом, «Спартак» занимает третью позицию, «Ростов» четвертый. Если «Ростов» побеждает в параллельной встрече, то «Ростов» поднимается на вторую позицию. «Спартак» и «Спартак» имеют равное количество очков, так как «Спартак» набрал один балл. Но по дополнительным показателям «Спартак» превосходит ЦСКА, потому что выиграл недавно очную встречу, а в первом круге была ничья. То есть здесь «Спартаку», строго говоря, для медалей, что уже будет восприниматься как успех, нужно просто не проиграть крыльям. Ну, скажем так, задача не такая сложная, казалось бы, но, учитывая непредсказуемость «Спартака», хрен его знает. И вот здесь это вообще главный вопрос. Как сыграет «Спартак»? Они в прошлом то и могли выйти на вторую позицию, и сейчас бы мы обсуждали их как главных претендентов. Но они не воспользовались соседчиками ЦСКА. Армейцы потеряли очки, и казалось, вот она возможность для «Красно-белых». Но они тоже не смогли одолеть Пари-НН. И вот сейчас очередной матч с командой, которая борется за выживание, и очередной матч с Поволжской командой, и вновь «Спартак» фаворит, но кто даст гарантии, что «Красно-белые» добьются своего. При этом все-таки между Парижем нашим, вот этим футбольным, Пари-НН, и «Крыльями» есть большая разница. Команда «Юрана» — это прагматизм, это осторожность и так далее. «Крылья» — это все-таки коллектив, который больше и сам играет, и другим дает. И здесь «Спартаку» возможно будет попроще. Возможно. Но гарантии, конечно, никто не даст. И поэтому здесь, мне кажется, что «Спартак» как минимум медали возьмет. А касательно второго места, ну, тут уже не все в руках «Спартака». Нужно смотреть на параллельную встречу. Ну, а касательно «Ростова» — тут, конечно, шансы самые минимальные среди всех участников этой серебряной гонки. Дончанам нужно побеждать «ССК» и при этом ждать осечку «Спартака». Любые другие варианты лишают их второго места. Поэтому здесь «Ростов», ну, с одной стороны, прижат к стенке, и с одной стороны, у них есть шансы только при победе и при удачном стечении обстоятельств. Но у «Ростова» нет и такой прям сумасшедшей мотивации, как у «Спартака» и «ЦСК». Для «Ростова» и четвертая позиция, в принципе, уже успех. Для «Ростова» уже этот сезон стал не то чтобы прорывом, но очень серьезным достижением, что команда без легионеров, без огромного бюджета, вот добилась своего. И, в принципе, их спад в концовке сезона тоже был ожидаем, учитывая, что состав максимально ограниченный, нет глубины, которая нужна для полноценной длительной футбольной кампании. Так что здесь «Ростов», в отличие от «ЦСК» и «Спартака», скорее всего, и не так убиваться будет на футбольном поле, скажем так. Это «Спартак», «ЦСК», легендарные клубы, для них это принципиальный вопрос. Для «Ростова» же в целом этот сезон в любом случае будет удачным. Поэтому, да, может быть, у дончан не такие осязаемые перспективы, но их это и не особо волнует, как мне кажется. Для «Ростова» в этом есть определенный плюс даже, потому что они будут раскованы, потому что они могут играть в свой футбол. Они не будут ломиться вперед в матче с «ЦСК», как я уже сказал. Им, конечно, было бы хорошо победить и выбраться на второе место, но они не будут к этому стремиться настолько, что полетят, как положено, донским казакам с шашками на голову. Нет, они будут сидеть тихонечко, ловить на контровыпадах, ждать своего шанса, может, пенальти заработают и так далее. Поэтому здесь «Ростов» в каком-то смысле лишен какой-то супермотивации, но в этом как раз может быть и их сила в данной отдельно взятой встрече. В общем, дончане имеют шансы минимальные, но при этом все-таки они есть. И поэтому «Ростов» списывать со счетов нельзя. Тем более, что у нас в начале сезона многие списали их со счетов, учитывая отъезд легионеров, а они вот какие боевитые оказались.